Здравствуйте, меня зовут Светлана Васильева, и мы сегодня будем заниматься в рамках марафона «Сбрось лишнее». Я проведу для вас урок по хатха-йоге. И мы начнем с положения сидя. Для этого занимаем удобное положение с перекрестом ног. Выбираем положение, исходя из того, насколько вам удобно и контролируемо положение таза. Для этого либо просто голени скрещиваем перед собой, либо вы можете сесть прямо на пятки. Если и так, и так сложно, вы можете выбрать блок и подложить блок под седалищные бугры и усесть в положении сидя. Выбирайте свой вариант и отсюда проверяйте, доступно ли осевое вращение таза. Для этого вы чуть скругляете поясницу, прям прокатываетесь назад и подкручиваете таз до прогиба вперед. Выбираете положение где-то середина и начинаем отстраивать дальше всю линию позвоночника, вытягиваясь вверх. Проверяем, что ребра активно двигаются на вдохе и подбородок чуть опускаем вниз, основание черепа, затылок сдвигаем назад. Проверяем внимание, все расфокусировано вдоль линии позвоночника и дыхание. Дыхание в йоге строится по типу Уджая, это шелест легкий на вдохе и на выдохе. Проверьте, что здесь можно как будто бы на вдохе сказать звук А. Если губы открыты, вы прям это услышите шепотом. И звук И. И таких несколько циклов дыхания для саностройки. Постарайтесь, чтобы все мысли, которые присутствовали до этого, где-то остались на порогах комнаты, которой вы занимаетесь. И доделывая очередной вдох, проверяем также вытяжение за позвоночником, за макушкой вверх. И переходим на чуть другое дыхание. На вдохе доделываем максимальный вдох, набираем грудную клетку, расправляем ребра и также ребра со стороны спины. И на выдохе полностью выпускаем воздух через рот, чуть сопротивлением. 12 циклов дыхания и дышим вместе. И отсюда мы переходим в наклон. Я для этого разворачиваюсь, вы можете остаться в прежнем положении. Отсюда подкручиваем таз до ощущения, как будто бы вот-вот будет прогиб поясницы и переставляете руки вперед. На вдохе за макушкой головой чуть до вытягивайтесь, плечи лопатки опускаем. И подкручивая локти к коврику, выбираете глубину наклона самостоятельно. Главное сохранить объем вдоха и вытяжения. Остаемся на несколько циклов дыхания, проверяем, как двигается грудная клетка, расширяются ребра, лопатки и плечи остаются расправлены. И доделываем очередной вдох внизу. На выдохе приподнимаемся, отставляя ладони назад без помощи рук меняем перекрест ног. Чуть выше грудную клетку вдох. И на выдохе снова от таза подкручиваем таз, перетекаем вниз, опускаем ладони. Доделывая очередной вдох, снова вытягиваемся и также расправляем лопатки. Сохраните максимально расправленные плечи от ушей и дыхание шумное, по типу джая, шелест. Как будто бы на выдохе хотите сказать звук А, на выдохе звук И. И несколько циклов дыхания. Если вам легко, подкручивайте локти и можете уходить глубже, пока лоб не коснется коврика. Очередной вдох здесь же. С выдохом приподнимаемся. Выпрямляем левую ногу, правой ногой шагаем за левое бедро, доделываем вдох нейтраль и разворачиваем корпус вправо левой рукой либо ладонью, либо локтем, либо чуть глубже захват, насколько вам доступно. Вытяжение сохраняете вверх и на выдохе взгляд за правое плечо. Отставляете правую руку чуть дальше за таз и проверяете, что можно оттолкнуться от этой ладони, а никак не повиснуть. И несколько дыханий в развороте. Если легко, попробуйте правую руку убрать через спину и сохраните при этом вертикаль. Несколько циклов дыхания. За взглядом уводите также разворот корпуса и дышите. Очередной вдох здесь же. На выдохе разворачиваемся. И меняем стороны. Прямая правая нога, левая нога, шаг за бедро. Также нейтрально достроились вдох и разворачиваемся влево. Выбираете свой вариант захвата. Проверяете, что руки, которые позади, можно дооттолкнуться и с каждым вдохом чуть больше довытянуться. Не допускайте провала грудной клетки. Все время усилия на вытяжении. И с каждым вдохом чуть вытягивайтесь вверх, на выдохе взгляд чуть назад. И если легко, ладонь через спину. Несколько дыханий. Доделываем очередной вдох и заканчиваем, разворачиваясь к середине. Выпрямляем ноги. Стопы ставим на ширине таза. Ладони с двух сторон от таза. И доделывая вдох, переходим полностью вес смещая на стопы. Приподнимаем таз и сохраняем максимально выпрямление ног в коленях. Продолжайте это усилие. И дыхание. Взгляд мимо грудной клетки перед собой. И проверьте, что здесь ребра двигаются в стороны. Низ живота остается подтянутым. Доделываем три дыхания. Все время отталкиваясь от стоп. И очередной вдох здесь же. На выдохе, не роняя таз, медленно скругляя спину, отталкиваемся от пяток и уносим таз чуть за ладони. Задерживаемся на один вдох и переходим снова в положение квадратный мост. Чуть выше таз. Объемное дыхание. Снова вдох. На выдохе уходите назад. Максимально расталкивайте область между лопаток. И третий раз. Вдох. Задержались наверху. Здесь же выдох. И подтягиваем правую ногу. Бедро выравниваем вертикально. И максимально расталкиваемся, стараясь нижней ногой держать высоту таза. Проверьте, можно ли выпрямить ногу. Если получается так, чтобы бедро не убежало, сохраните выпрямление и дыхание. Как будто бы основанием большого пальца ноги вы пытаетесь нажать на кнопку какую-то на потолке. И объемный вдох. И еще один вдох здесь же. На выдохе сгибаете ногу и опускаете на коврик. Вдох. С выдохом. Таз. Точка между ладонями. И отсюда мы перейдем на другую сторону. На вторую сторону повторите точно так же. Выходите в квадратный мост, поднимаете левую ногу, несколько дыханий и соответственно опускаете таз между ладонями. И мы пойдем дальше. Переходим к началу коврика. И у начала коврика выравниваем голени скрещенные и поработаем запястьями. Для этого переплетаем пальцы, держим их перед собой и разминаем суставы вращающими движениями, как будто бы рисуете восьмерку перед собой. В одну сторону. Несколько раз. Через усилие, как будто бы вы проводите через какое-то, не знаю, густое, что-то липкое. И меняем перекрест. Еще несколько движений на другую сторону. Вытягиваем руки, разворачивая ладони друг к другу. Одна рука сверху, другая снизу. Также заплетаем пальцы и проворачиваем замок себе, от себя. Три, пять, шесть движений. Здесь медленно довыпрямляя локти. И меняем другая рука точно так же. Отсюда встряхиваем руки, уводим руки в стороны и сокращаем на себя запястье. Здесь же медленно через усилие опускаем максимально пальцы вниз. Также медленно поднимаем. Делаем 3-5 движений, сохраняя максимально сопротивление, как будто бы вы через что-то проворачиваете, опускаете руку. И доделывая очередной раз. Очень быстро сверху вниз опускаем и медленно поднимаем. Пальцами вытягиваемся в стороны. Также быстро опускаем, медленно поднимаем. И еще один раз. Меняем. Теперь быстро вниз и очень медленно поднимаем вверх. Быстро вниз, медленно вверх. И доделываем очередной раз. Собираем ладони вместе. Подхватываем здесь, обнимаем как бы руку и подхватываем запястье снизу. Словно надеваете перчатку. Большой палец в кулак. Закрываем кулак и проворачиваем несколько движений. В одну сторону. И точно так же в другую сторону. Повторите со второй рукой точно так же. По 5-6 движений вправо и влево. И перейдем дальше. Опускаем ладони на коврик. Отшагиваем назад. Так, чтобы колени оказались под стазом, а ладони под плечами. Отсюда приподнимаем ладонь и запястье. Остаемся прямо на косточках пальцев. И прокатываем до мизинца. И, соответственно, внутрь. Несколько раз. В каждую сторону. Чуть сгибайте локти. И несколько раз прокатывайтесь от мизинца и к указательному пальцу. Опуская ладонь. Проверяем, что здесь можно растолкнуться от пола. Ладони находятся под плечами, колени под тазом. И расправляем максимально пространство между лопаток. Приподнимаем ребра от коврика. И максимально скругляемся. Подбородок чуть подтянут. Здесь вдох. А теперь сохраняем высоко ребра и расправленные лопатки. Проверяем только наклон таза. То есть изолированно подкручиваем таз, опуская подвздошные кости вниз. И, соответственно, скругляем поясницу максимально. Если происходит движение на падение, вы можете это проверить. Снова растолкнуться. Поднять ребра. И следить, что ребра не меняют свои высоты по отношению к коврику. Находится на одном уровне. А таз вращается. И максимально подкручивая лобковую кость на себя, отшагиваем правой и левой ногой назад. Верхняя планка. Доделываем вдох. Чуть смещаем плечи вперед. И на выдохе мягко сгибаем колени. Чуть сгибаем руки. Снова опускаем колени. Движение таза идет вниз. И плечи на высоту локтей. Вдох. Вытягиваем взъемы стоп. Отталкиваемся, поднимая грудную клетку вверх. Собака мордой вверх. И продолжайте усилие оттолкнуться от рук. Подбородок чуть вниз. И на вдохе грудная клетка вверх по диагонали. Вперед. Здесь же выдох. Опускаем подбородок. Расправляем лопатки. Поднимаем ребра. И забираем себя снова до положения кошки. Здесь доделываем вдох. Отшагиваем назад. Повторяем еще раз планка. Опускаем колени. Сгибаем руки. Четуранга. Низкий упор. Вдох. Вытягиваем взъемы стоп. И собака мордой вверх. Отсюда, если готовы, затягиваем колени. Длинный вдох. И подбородок вниз. Область между лопаток вверх. Медленно забираем себя в собаку. Мордой вниз. Переставляем стопы. И проверяем плечи. Остаются расправленные. Чуть сгибаете ноги в коленях. Снова подхватываете наклон таза. Так, чтобы было ощущение, как будто вот-вот и прогибует поясница. Просто дорасправляем спину. И доделывая очередной вдох. Здесь 5-6 циклов дыхания. Проверяем дыша. Проверяем всю линию позвоночника. И указательные пальцы основания ладони находятся на коврике. Не ставьте руки домиком. Снова вдох. Скругляем спину. Переходим в верхнюю планку. Отсюда опускаем колени. Сгибаем руки в низкий упор. Вытягиваем взъемы стоп. И опускаем лобковую кость на коврик. Перемещаем предплечье вперед. Отсюда проверяем, что у вас есть возможность максимально лобковую кость направить в пол. Расправить плечи. Чуть до вытяните грудную клетку. Линию живота. И опустите нижние ребра на коврик. Ож за сфинкса. Попробуйте сдвинуть чуть локти ближе. Не обязательно под плечи. И несколько дыханий. Сохраняем. Одну треть низа живота подтянутую на вдохе. Направляйте дыхание в середину спины. И еще один вдох. И переходим. Чуть переставляем ладони. На одну линию с тазом. Пальцы развернуты назад. И отталкиваемся от ладони. Приподнимаем чуть выше грудную клетку. Лобковая кость все время направлена в пол. Опускаемся вниз. Пять движений. На вдох вверх. Выдох вниз. И очередной вдох. Задержались. Выдох. Доделываем два раза. И последний раз. Вдох. На выдохе вниз. Возвращаем ладони. Предплечье на хобрик. Ставим пальцы ног. И отсюда. Затягиваем колени. Лобковый кость также направляем вниз. То есть вы специально подкручиваете таз. И на вдохе поднимаем. Вытягивая носочки, ноги. И соответственно локти в стороны. На одну линию с плечами. Задерживаемся здесь на пять циклов дыхания. И наблюдаем, как расширяется грудная клетка. Низ живота подтянут. Не допускайте здесь раскачивания. Это значит, что вы дышите через животом. Все дыхание направляйте в середину спины. И еще один вдох. На выдохе ладони под плечи. Предплечье на коврик. И расслабляемся. Укладываем ладонь на ладонь. Лоб на ладони. Несколько дыханий. Отдыхаем. Вот сюда приподнимаем голову. Вводим ладони на одну линию с нижними ребрами. Так, чтобы оказались ладони под локтями. И доделываем вдох. Опускаем лоб на коврик. Расправляем плечи. Приподнимаем грудную клетку. Таз. И одним отжиманием возвращаемся в кошку. Здесь вдох. Максимально расправленные лопатки. Скругленная спина позвоночника. И выпрямляем ноги, собака, мордой вниз. До расправили. Плечи доделываем. Очередной вдох и взгляд вперед. И подтягиваем правую ногу к правому локтю. Прижимаем колено. Удерживаем. Доделываем вдох. И уводим правую ногу вверх. Колено как можно выше. И учимся выпрямлять ногу. Сохраняя усилие на поднятие ноги. Пятка выше. Вдох. Снова сгибаем колено. Подтягиваем ближе. И шагаем правой ногой вперед. Изнутри от правой руки. Опускаем пятку. И приподнимаемся. Уводим руки в стороны. Колено согнутое. Взгляд по ладони. Здесь вдох. Опускаем снова ладони на коврик. Подтягиваем снова пятку к ягодице. Колено, локоть. И уводим ногу назад. Согнутая либо прямая. Вдох. Опускаем ногу на коврик. Здесь чуть сгибаем правую левую ногу. Попереминалить в собаке лицом вниз. И расправили плечи. Взгляд вперед. Левая сторона. Подтягиваем колено. Ближе к локтю. Один вдох. На выдохе нога уходит назад. Согнутая либо прямая вверх. Взгляд вперед. Вдох. И шагаете левой ногой. Отсюда опускаем пятку правой ноги на коврик. И поднимаем корпус. Выравниваемся. Корпус вертикально. Колено левой ноги сохнуто. Взгляд по ладони. Здесь же вдох. Опускаем ладони вниз. Выдох. И отшагиваем ногой вверх. Стопа на коврик. Попереминались. Правая и левая нога. Здесь вдох. Взгляд переводим на точку между ладоней. И подтягиваем левую ногу. Сразу шагаем изнутри к левой руке. Опускаем снова правую пятку. И поднимаемся вверх. Вдох. Отсюда спускаем левый локоть на левое колено. Правая рука вверх. За рукой. Рука в продолжении корпуса. Вытягиваемся. Взгляд на большой палец верхней руки. Таз как можно ниже. Создайте усилие оттолкнуться прямой правой ногой как следует. И здесь вдох. Либо локоть оставляем на колени. Либо спускаемся ладонь изнутри стопы. Если сложно, берем блок. Подставляем блок под ладонь. И выпрямляем левую ногу. Чуть сгибаем. Опускаемся ниже. Снова выпрямляем. И несколько движений. Остаемся с прямой ногой. Доделываем дыхание. Проверяйте. Если можете выбрать более низкую грань. Либо вообще убрать блок. Останьтесь в своем варианте. Здесь же вдох. И на выдохе. Сгибаем левую ногу. Закрываем форму. Правая пятка вверх. Отшагиваем назад. Собака лицом вниз. Вдох. Здесь же выдох. Опускаем колени на коврик. Отдыхаем ваджрасана. И повторяем на другую сторону. Отсюда ставим ладони на коврик. Уходим снова в собаку. Мордой вниз. Здесь же вдох. И подходим руками к ногам. Ставим стопы на ширину коврика. Внешние ребра стоп остаются параллельно. Сгибаем ноги. Максимально складываемся. Прям проваливаем корпус. Мимо бедер. Мимо колен. Ладони ставим чуть впереди под плечами. И начинаем выпрямлять ноги. Сохраняя складывание. Ладони всегда остаются прижаты. И довыпрямляя ноги. Взгляд уводите назад. Несколько дыханий. Если легко, подходите чуть ближе. Если чувствуете, что ноги остаются согнутые. Можно подпружинить. Согнуть ноги. Мягко выпрямить. И живите в форме. Проверяйте, что есть движение. Доделываем еще несколько раз. И отсюда собираем стопы вместе. И через круглую спину, позвонок за позвонком, поднимаемся. Разворачиваясь вверх. И отстраиваемся вертикально, опуская лопатки. Выравнивая голову. Отсюда. Правая нога. Изнутри левого бедра прижимаем стопу. Если сложно, попробуйте здесь выбрать вариант чуть ниже. И удерживая баланс, собираем руки перед собой. Если баланс устойчивый. Уводим локтевой захват над головой. И максимально сдвигайте локти назад. Проверьте, что здесь опорная нога пружинит. И опуская плечи и лопатки, доделываем несколько дыханий. Чуть уплощая поясницу, сдвигаем ребра назад. И очередной вдох. Подтягиваем правое колено ближе к себе. Прижимаем бедро. Чуть сгибаем нижнюю ногу. И выводим таз вперед. Колено, грудная клетка вверх. Именно движение. Одновременно поднять колено, грудную клетку. Определенная задача. Чуть сгибаете снова ногу. Выводите таз. Выталкиваете и колено, и грудную клетку. Удерживая положение, учитесь выпрямлять нижнюю ногу. И так несколько движений. Три-пять раз. Разбираетесь с опорной ногой. И доделывая здесь. По концу боку. И колено, и грудная клетка вверх. Опорная нога согнута. На вдохе приподнимаем одновременно и колено, и грудную клетку. На выдохе выпрямляем чуть ногу, чуть возвращаем таз. И таких несколько движений, как волна. И опускаете правую ногу. Левая сторона. Подтягиваем стопа изнутри правого бедра. Выбираете высоту. Ладони перед собой. Подпружинили опорной ногой. Проверили баланс. Перехват за локти. И локти за линию головы. Если потеря баланса, то упрощайте замок рук. Руки просто перед собой. Очередной вдох. Отстроили здесь движение таза вперед. Ребра чуть назад. Плечи лопатки вниз. Локти за голову. И подтягиваем левую ногу. Прижимаем бедро чуть ближе. На вдохе и колено, и грудная клетка вверх. Таз чуть вперед. На выдохе допопрямляете нижнюю ногу. И пять движений. Таз вперед. Колено, грудная клетка вверх. Проверяете работу опорной ноги. Опускаем левую ногу. Тадаса на нейтраль. Вдох. И переходим дальше. Дальше мы переходим в горизонт. Разворачиваемся вдоль коврика. Правая нога ближе к корпусу. И уводим правую ногу назад. Сохраняем баланс. Руки на подсогнутое левое бедро. И учитесь здесь выпрямлять ногу в горизонт. Параллельно полу. Опорная нога сгибается. Упор сохраняете руками. Расправляйте плечи. Вытягивайтесь. Если баланс поймали. Учимся выпрямлять нижнюю ногу. И уже руки перед собой. Несколько дыханий. Таз до закрываем. Удерживаем форму. И еще. Два. Три. Чуть сгибаем нижнюю ногу. И подтягиваем правое бедро. Обхват. Стопа на коврик. Точно так же повторяем. На другую сторону. Отсюда. Выравниваем. Две ноги. Стопы вместе. Чуть подкручиваем таз. И подсгибаем колени. Больше наклона таза. Пока корпус не станет параллельно полу. Используйте подсогнутые ноги как рычаг. Чуть спружите. И довыпрямляем ноги. Руки перед собой. Если чувствуете, что потеряли высоту корпуса. Как-то скруглились. Удерживайте колени согнутые. И очередной вдох. Взгляд вперед. Вытягиваем руки. С выдохом сгибаем ноги в коленях. Садимся. Размещаем ладони. Чуть шире плечи. Приподнимаем таз. Укладываем колени чуть выше локтей. Пятки в воздухе. И движение над ковриком чуть вперед. Взгляд вперед. Поднимаем одну ногу. Носочек вытягиваем. Несколько дыханий. Проверьте каждую сторону. Правая, левая нога. Не спешите. Отстраивайте здесь именно расталкивание от рук. Основание указательных пальцев в пол. И если получается, обе ноги в воздух. Несколько дыханий. Это простой баланс. Медленно опускаете дальше стопы на коврик. И перекаты. Таз на коврике. Прижимаем бедра к себе. Несколько перекатов вдоль коврика. Если жестко, всегда подстилайте какой-то плед. Что-то мягкое. Чтобы остистать рост позвоночника. Не травмируйтесь. Несколько перекатов. С очередным перекатом остаетесь внизу. Прижимаете также бедра. И уводите перекат вправо. Влево. Раскатываете спину поперек. И прижимаете локти, плечи на одну линию. Разворачиваете бедра вправо. Небольшое вытяжение. И на выдохе влево. Колени сохраняем вместе. Лопатки прижатые. Локти на коврике. И еще несколько движений в каждую сторону. Стараясь, чтобы противоположная лопатка не отрывалась от коврика. И с очередным перекатом бедра к себе. В положении сидя. Из положения сидя мы перейдем в шавасану. Это асана для расслабления и восстановления после тренировки. В ней находимся 3-5 минут. Или от 3-5 минут. Чтобы у вас было достаточно времени. Для того, чтобы понаблюдать за дыханием и за телом. Как в нее приходим. Поддерживаем себя за бедра. Медленно и мягко выкатываем позвонок за позвонком. Придерживаем каждую лопатку. Чуть довытягиваем правую, левую сторону. И опускаем лопатки к плечи. Поддерживая голову. Выпрямляем ноги. Ноги уводим в сторону. И на выдохе мягко опускаем голову. Уводим руки наружу. Прикрываем глаза. Ладони развернутые вверх. Глаза оставляете прикрытые на время всей практики. И отпускаем дыхание. Наблюдаем за дыханием. За естественным, беззвучным. И мысленно прогуливаемся по всему телу, дорасслабляя каждый участок. И вот и закончилось наше занятие по йоге. И будьте здоровы, работайте с телом, дышите. Намасте. Намасте.